Доброе утро, мои дорогие! Хочу сварить немножко супа. Максим очень любит суп с фрикадельками. Вот, поэтому вот я почистила картошечки. Сейчас я ее порежу. Достала у меня еще немножко морковки есть замороженной. В морозилке, но чуть-чуть уже как раз. Скоро надо будет покупать. Потому что, ну, уже заготавливать не буду. Потому что сейчас она уже будет дорогая, пока свежая. Поэтому теперь уже будем покупать. Только купил, скушал или приготовил что-то. А потом уже, а на зиму мы будем, конечно, уже потом готовить по осени. После моего, девочки, вот я все время, вот, видео пройдет. Потом я уже там кто-то что-то напишет. И вот хочу вам рассказать. Написала мне Настя. После того, как я рассказывала про Максюшу, написала, что, мол, мальчика надо воспитывать в строгости. Что Оришка правильно, его ругает там за все. А я с ним как бы сюсюкаю. Да не сюсюкаю я с ним. Я просто с ним разговариваю. Ну, вот что-то произошло. Его там воспитательница сказала, вот он не очень любит спать в саду. Вот. И он очень трудно засыпает. И вот там, когда у них стоит отдельная кровать в группе, не там, где все детки спят в комнате, а в группе прямо стоит кроватка. Как-то она там выдвигается. И тогда его кладут туда отдельно. На эту кроватку. Ну, и воспитательница. Одна у нас есть воспитательница такая. Так, с Ольки немножко. Так, чем-то мне. Чем это, чем это, чем это. Вот. Одна воспитательница у нас никогда не жалуется. Тут вот с Олькой эта с пряностями. Я думаю, что вот столько хватит. Ну, а вторая всегда рассказывает, как и что, и почему. Так, вот у меня есть такой вот лук. Я туда немножечко добавлю. У меня белого нету, потому что я его весь взяла и посадила. Вот. И не оставила ни одной, ни одной лучины. Не знаю, правда, вот сейчас я зеленого лука туда набросаю. Может, надо было попозже. Максюшка вообще будет выбирать его, конечно. Будет, конечно, выбирать лук. Вот. Вот такой кусочек морковки. Я уже не буду ее делить. Пускай она вся там растаивает. Я так, по-быстрому варю. По-быстрому. Есть у меня еще, девчонки, петрушка. Но я ее, такая балдеса, нарезала ее вместе с этими палками. И потом, а потом начинаю выбирать эти палки. Вот. Как я делаю фрикадельки? А никак я их не делаю. Я беру, вот у меня фарш, куриный фарш. Так, сейчас мы сделаем побольше огонь, потому что картошку вбросила, и что-то у меня она перестала кипеть. Вот, тем более... О, морковка растаяла. И теперь я просто так буду брать, вот так вот ложкой понемножку. Вот так вот. Вот так вот, видите? И туда бросать. Я не добавляю никакое яйцо, ничего. Просто фрикадельки у меня такие вот получаются бесформенные. Но Максиму такое нравится. Поэтому вот, как ребенку нравится, так я делаю. Так вот, о чем я перебила фрикадельками? Что я, Ариша идет, ругается на него. Вот все, сегодня ты сладкого ничего не получишь, и мультики ты смотреть не будешь, и завтра не будешь. А я ей говорю, ну вот если ты ему такое обещаешь, то это самое... Что ты делаешь? Суп варю. Вот. Ну ты же покушал уже, Максюша. С фрикадельками, такой, как ты любишь. Фрикадельки? Да. Только без лука. Ну я так и знала. Но лук для вкуса надо. Я тебя потом выберу, чтобы не было лука. Но надо, чтобы лук было, чтобы вкуснее. Вот. И это самое... Максим, ты меня пришел, перебил, я забыла, о чем я говорила. Вот. И Орешка просто его ругает. Я говорю, ну если ты ему сказала, что ты завтра не будешь смотреть мультики, значит, надо это выдержать. Я говорю, а ты же, тебе завтра захочется не заниматься с ним. И ты ему включишь мультики и все. Что ты хочешь? Один грибочек там. Нет, грибочки я тебе сказала, что коробка закрыта, и я ее открою только тогда, когда Люда придет. Сейчас я ее открывать не буду, потому что пока она придет, они засохнут. У тебя есть печенье. Если хочешь, пожалуйста, ешь печенье другое. Вот. А чего ты не смотришь мультфильмы? Чего ты не смотришь их? Чего ты бегаешь? Сядь за стол и кушай тогда. Не кроши нигде. Не буду крошить тебе в комнате. А я всегда, когда я это сам... Хорошо. Я всегда стараюсь разобраться, что, почему и как. Я знаю, что вот если он не хочет спать, ну что, ну вот я по себе знаю, ну не хочу я спать, я не могу заснуть. И что делать? Если я могу полночи проваляться, пока не встану, а встать-то я тоже лень, чтобы пойти корвалов выпить, чтобы потом заснуть. Вот. И считать буду и слонов, и бегемотов, и кого только не буду считать. Я говорю, так и он. Ну, то, что он крутится, конечно, начинает немножко баловаться. Ну, так это же ребенок. Вот. Что девочкам надо, как Настя пишет, девочек надо нежно с ними, а с мальчиками надо очень строго, и все. Мальчики, маленькие мальчики, это тоже маленькие детки, которым хочется ласки, и которых... Я не знаю, как вот такого маленького мальчика можно его в такой сильной уже строгости его держать, командовать им. Вот этого я не понимаю. вот такой вот у меня густой-густой будет суп. Много-много фрикаделек, потому что так... Варю так, как любит Максим. Так, как Максим любит. Так я это самое. Конечно, зря я лук все-таки туда набросала. Сейчас надо будет немножко пенки снять. Что-то там пенка от этого самого... от картошки. Так что вот так вот, девочки. Вот такие вот пироги с котятами. Максюша часто вот он... Он ласковый очень мальчик. Он придет вот с сада. Он придет, прибежит. Как ты, бабушка? Обнимется. Я тебя люблю. Я тебя люблю, говорю. Ну, как можно, как строгость? Конечно, я его учу. Я с ним разговариваю. Я говорю, что это нельзя. А это... Это красиво, это некрасиво. Это хорошо, нехорошо. Но так, чтобы уже там, допустим, лупить или наказывать так строго как-то очень, то я считаю, что это совершенно не нужно. Потому что то, что посеешь, то и пожнешь. Как будешь к ребенку относиться, то от него потом и получишь в будущем. Пенку я сняла. Пенку я сняла с супчика. Добавила немножечко макарошек. Вот таких вот тоненьких. Ну, в общем, варю так, как любит Максим. Так, как он любит, чтобы было много-много вот таких вот фрикаделек. Картошечка, макарошечка, морковочка. Ну, вот лук набросала. Он уже посмотрел, сказал, что лук я не хочу. Вот, если бы был белый, он бы был, конечно, не виден. Но, к сожалению, я говорю, я его весь посадила. Посадила, и что-то он плохо растет у меня. Больше уже не буду сюда лук ложить. Пусть будет, как будет. Сейчас прикрою крышечкой, и пусть супчик варится. Ну что, еще раз здравствуйте. Суп я наварила. В магазин я сбегала, а теперь я буду пить кофе, девочки. Сейчас я буду пить кофе на новой салфеточке. Вот на этой вот красивенькой. Да, наверное, все-таки надо было мне две взять. Вот с этими вкусными конфетками. И я, смотрите, что купила. Зашла я вот это, три цены. И увидела вот такой вот полоник. Мне он очень нужен. Я его даже хотела на Алиэкспресс заказывать. Так, я боюсь, что у меня сейчас убежит кофе. Нет, пока не собирается. И там он стоит... А сколько он там стоит? Вот, в общем, один доллар с копеечками. Доллар с копеечками, это 2,50, еще копеечки. А здесь всего лишь 90 копеек. Я так обрадовалась. А то мне, знаете, я когда пеку блины, у меня есть ложка. Но она такая узенькая, и приходится пару раз зачерпывать на этот блин. А теперь вот такой, смотрите, какой у меня красивый полоник. Вот. И... Ой, прилипло, прилипло. А еще я купила вот такую красоту. Не поверите, она какая-то пластмассовая. Но смотрится, посмотрите, она шикарно смотрится. Шикарно. Я сначала, когда увидела, думаю, ну, наверное, стоит очень дорого. Потому что, думаю, такое вот кружево тут такое красивое. Я потом подошла, не хочет отрепляться остатки от этого самого, от бумажки, от этой этикетки. Ну, ладно, пусть будет так. Подошла, потрогала, смотрю, такая легенькая, такая прямо воздушная. Вылитая, вылитая вот такая вот красота. Думаю, для конфеток это будет самое, что ни на есть, что что ни на есть. Кофеек я свой поймала. Сейчас я разрежу эти конфетки. Людуся ко мне не приходила, девочки. Заболела. Говорит, что-то у меня болит голова, болит желудок. Вот как сей здесь в гости называется. Переотдыхала называется. И те конфеты, которые я ей оставляла, вот такие вот зелененькие, я их, конечно, съела. Раз она сказала, что я не приеду, я их, конечно, съела. Поэтому, думаю, надо быстренько бежать, справиться за конфетками, за вкусненькими. А сегодня моя Людуся пошла в парикмахерскую. Я говорю, ничего не ты, приедешь уже. Говорит, все хорошо, все нормально, надо к внуку съездить. И потом говорит, это самое, парикмахерскую, а то я прямо заросла, надо волосы покрасить, надо все прекрасно сделать. Вот, так что вот такая вот у меня теперь, смотрите, какая красота. Смотрите, какая красота. Вообще, я, конечно, отношусь вот к таким вещам так как-то двояко, потому что, ну, вот какой-то... О, а там я уже конфет насыпала, а тут тоже бумажку наклеили. Боже мой, сколько тут на ней бумажек, на этой конфетнице. Ну, вот, о чем это хорошо отклеилось. На конфеты рассыпались все. Зашла, вот я говорю, что я зашла в этот... в три цены. Он же у меня, этот магазинчик у меня рядышком, совершенно рядышком. И я до него все никак не доберусь. Так меня и тянет куда-то подальше съездить. О, липучек, липучек поналепила. И сейчас вот думаю, что мне надо обязательно сходить в этот магазин. Сегодня, когда я заходила, там даже... О, а чего я кофе не наливаю? Вот, чтобы даже музыки не было. Вот. И там должны быть знакомые девочки работать. Те, которые работали здесь в магии, говорят, они перешли в этот магазин. Вот. Вот так вот. Вот. Я в своей вот такой вот красивой чашечке. Больше как-то, вы знаете, не попадается мне красивых чашек. Я вот посмотрела в этом три цены. Много там чашек. По 2,50 они все там. Но я бы не сказала, что они вот так вот пришла, я и так ах, и все. И это моя красота. Что-то у меня как-то висит. Вот эти вот держалки для телефонов и для камеры. Вообще я переломала все уже. Как-то он у меня в чехле. Я не хочу его с чехла вынимать. Вот. И уже заказала себе сейчас новую. Вообще, вы знаете, вот как-то у меня стал плохо заряжаться телефон. Заряжается быстро. И быстро он умирает. И Реша говорит, что я потому что снимала видео, поэтому я его и посадила. И я вот подумала, что надо было мне новый телефон. Конечно, очень лучшее качество, когда я снимаю на камеру. Canon, моя любимая камера, очень хорошо на ней. Но все дело в том, что там я себя не вижу. Вот тут я снимаю, и я себя вижу. Я знаю, как мне поставить выше, ниже, чтобы у меня видно было, что чашечка там видно была и все. Вот. А там надо, чтобы зеркало было с обратной стороны. И вот что-то я так подумала, что если я только не поеду никуда, у меня будут свободные деньги, я, наверное, куплю себе еще один телефон. И буду снимать тогда только на телефон. А второй, этот телефон у меня будет только для звонков. Вот. Сегодня я одна дома, так что я сегодня отдыхаю. Отдыхаю, отдыхаю. Вот единственное, что суп сварила, и теперь села с вами поговорить. Муж куда-то еще вчера уехал, спрашивают, и куда он, говорит, в гости. Ну, у него есть друг тут такой, к которому он всегда ездит. Он как-то где-то далеко за городом живет, и может и два, и три дня у него гостить. Вот. Аришка тоже с Максимом ушли. Говорила, будешь выходная, пойдем полоть грядки. Я не могу одна, мне тяжело. Что это я одна должна все делать? Вот. Она, говорит, себе кровь, бывшая, пригласила на день рождения, на дачу. Отмечает день рождения на даче. Ей 55 лет. Честно говоря, не знаю, какая сегодня дача. Там же холодно, и вот сейчас даже дождик, и дождик начинает капать. Не знаю, вот так вот, вы знаете, вот мы все, я разводилась, я говорю, мы все, вот, я разводилась. Я тоже общалась и с бывшими свекровями, и с бывшими мужьями у нас были, оставались такие нормальные отношения. Вот, и у Аришева так вот, и с мужем общается, потому что, ну, как же иначе, он же Максима хочет видеть. Ну, это же отец, вот. И свекровь так вот, и тоже. В прошлый раз они Максима брали на дачу, и этот раз вот с Аришей поехали. Не знаю, правильно это или неправильно. Ну, вот так вот, вот так вот получается. Так, давайте-ка я попробую вот эту вот конфетку в фиолетовой бумажке. Она точно такая же, как и в зеленой. Вот такая же, вот такая вот, из двух таких вот кубичков состоит. Здесь такая сливочная начинка. Очень-очень вкусная. Ну, все, девочки, сейчас я попью кофе, а потом я пойду стелить коврик в ванну, и вам обязательно покажу. А еще буду собирать эту вертушку, которую купила в Экспрессе на улицу, потому что, ну, больше не о чем разговаривать как-то. Больше нечего рассказать. Ничего новенького. Ну, вот, я положила этот коврик. Замечательно он лег до самого умывальника и вдоль всей, вдоль всей этой самой ванной. Замечательно. Тут еще у меня остался вот этот вот, негодный совершенно. Я думаю, что его тоже надо, наверное, выбросить. Собрала я вот эту вот красоту, поставила тут на самое видное место, чтобы, когда Максюша пришел домой, он сразу это увидел. Надеюсь, ветер не завалит. Мою эту красивую игрушку далеко засовывать не хочется, потому что наконечник очень маленький такой. Я боюсь, что я ставлю в землю, и потом, если вдруг завалит, я его навряд ли найду. Так же, как вот от этих шариков, на одном шарике у меня нету, нету этой наконечника. Максим вытащил, и потом вот я думала, что в этом году я их буду полоть в грядке и найду. Неа, не нашла. Ой, смотрите, какой ветер сильный. Сейчас и там он застилала эту самую, чтобы от травы положила. Ну, надо убирать, наверное, это все. Ой, как красиво, красиво, правда? Да, ну, очень ветер сильный. Будет ли оно стоять, или ветер его уронит и унесет куда-нибудь? Но пока что очень красиво. Были там еще с бабочками, и кто-то там еще был. И какие-то жучки были. Ну, я вот выбрала с такой вот, с пчелкой. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок